Мы снова рады приветствовать вас в нашей уютной танковой студии И сейчас у нас стартует уже четвертый матч сегодняшнего дня И, ну, как сказал уже Денис, не по значению четвертый матч У нас в четвертом матче сойдутся Armpride и Epic Guards И посмотрим вот тут вот, насколько Armpride готовы к своим сильным оппонентам При том, что у них четверка сильных игроков ушла и покинула их коллектив Так вот, полюбилась-полюбилась, это я про карту, которая третий раз за сегодняшний день у нас карта Forest Как вы, наверное, уже успели догадаться, именно здесь команды будут выяснять отношения А предыдущие две карты, вот эти, показали, что, ну, не совсем готовы команды еще к тому, чтобы как-то тактически грамотно удивлять нас с тобой Ну, как сказать, кто-то готов, а кто-то не готов Мы вот в этой кутерьме не видим, наверное, всей стратегии, всей тактики, может быть, каких-то очень четких телодвижений от команд Что касается именно передвижения корпусов тяжелых, будь то легких По крайней мере, точно знаю, что у ГГВП есть определенный рисунок тактический на игру Был он и у MyLifeMyRuse, который пытался вести свою команду вперед, но из-за отсутствия у него голоса, впрочем, как и обычно Ну, не то чтобы голоса, просто микрофон был выключен, то есть, в принципе, человек-то разговаривает, да? Ну, надо дать должность Не спроста это все происходит, я видел огромную телегу, которую, впрочем, не стоит передавать в эфир или даже скринить Но он был недоволен поведением своей команды и тем, что они делают Что ж, друзья, встречаются у нас Армпрайд и Эпигардс Действительно, Армпрайд, ну, если другие команды провели усиление в межсезонье, то Армпрайд, пожалуй, лишились ключевых звеньев своей цепочки Слегка ослабленный коллектив, но я уверен, что ребята все равно будут идти до конца В первом сезоне они показали, что способны на многое, даже был шанс у них попасть в топ-4 Это было до последних двух туров, если не ошибаюсь Последние два тура были решающими, тогда они могли заточить Но все-таки тогда сломили их сопротивление две команды Одна из них, насколько я помню, была Центурион, а другая... Слеснулись они тогда на трибьюте с кем-то, по-моему, то ли... А не с Хаосом или они в ничью-то сыграли? То ли либо с Хаосом, либо нет, вроде не с Ангелами и Демонами Но неважно, но в итоге Армпрайд не вошли в четверку, но заняли место в районе топ-8 И теперь у них есть шанс доказать, что не просто так они туда попали У нас есть Эпики, которые тоже не очень удачно пока выступали в первом сезоне Есть у них проблемы и во втором, но вроде как немного лучше они выступают И все налаживается, что касается как Смоки, так и вообще общего положения конференции Это связано прежде всего с тем, что с самого начала второго сезона присутствует у Эпиков и их капитан Holy Hero Alex это не просто капитан координатор, но и основной плеймейкер, не побоюсь этого слова Очень хорошее действие демонстрирует на карте этот игрок Да и вообще команда преображается с его присутствием Это очень важно, когда есть человек, который ведет команду вперед за собой И поддерживает не только непосредственно своей игрой, но и морально всячески Много раз мы слышали, как заряжает на победу, на действия Holy Hero своих ребят И определенный эффект от этого есть Ну очень сложно, как мы уже не раз говорили по поводу Смоки Очень сложно одновременно координировать и одновременно быть хорошим Смоководом Но будем надеяться, что смогут они перенять опыт ангелов и демонов И спросить у Азамата, как же он все время умудряется флудить в конференции И при этом еще и координировать свою команду Аллыны показали, что эта карта новая и на ней можно демонстрировать все свои умения Не бояться даже самого грозного соперника в первом матче сегодняшнего дня на Форесте Они сыграли в ничью с нубистами Это действительно хороший результат, хорошее достижение для Аллынов Неплохой старт, я бы даже так сказал Причем старт неплохой скорее для, ну в принципе ладно, для Аллынов У нубистов был первый матч До этого нубисты у нас не проигрывали, более того выигрывали Не играли в ничью Были несколько проигранных раундов, но так, чтобы терять очки Впервые, ну тем интересен для нас, друзья, этот сезон Второй по счету, я уверен, что будет у нас еще очень и очень много Во всяком случае мы будем максимум к этому усилий прилагать Друзья, итак, Форест Важный матч для Армпрайт Дебют во втором сезоне для этой команды И нужно набирать очки, безусловно Я думаю, что парни это прекрасно понимают и пойдут вперед Как мы уже обозначали ранее, карта очень скиллозависимая Здесь постоянно делится вся игра, весь раунд на несколько таких эпизодов Дуэльных эпизодов и дуэльное мастерство Причем концентрацию терять нельзя совершенно То есть как концентрацию командную, так и концентрацию отдельно каждого взятого игрока Должен быть определенный уровень, с которого они не должны спускаться Причем держать себя, скажем, в определенную езде И сохранять спокойствие И при этом попадать и переигрывать Как-то даже обманывать своих соперников Ну что же, очередной Форест у нас И есть интересные даже кое-какие замены И у Армпрайт Выпускают они, например, Портеса Которого заменили в последние, одни из последних дней Ну а в остальном все тот же Милканян Спортив, насколько я вижу, пока уже присутствует Милканян очень здорово играл на смоке В первом сезоне Помним мы, как он в одиночку сдерживал атаку команды соперника на мостах Помнишь, что вытворял Расстреливал просто Хаосов А, нет, а Довов тогда Когда они решили взять очень много хантеров Он просто разбивал их всех на мостах И порядка трое, трех или четырех игроков тогда полегли на большом мосту При увозе И Милканян тогда проявил себя с самой лучшей стороны Смогут ли Армпрайды показать такую же достойную игру, как в первом сезоне Мы узнаем с вами буквально через несколько секунд А я должен, друзья, вам сказать Что если вы хотите быть всегда постоянно в курсе всех новостей Обязательно регистрируйтесь на нашем сайте Танки Старладер ТВ Там всего очень много интересного Скоро появятся там свежие интервью Есть все время обзоры, матчи, статистики И всего-всего-всего Ну и также подписывайтесь на наши паблики Где мы периодически с Игорем будем устроить, пожалуй, конкурсы какие-то Всегда есть конкурсы И всегда есть лишние кристаллы Можно сказать даже и так Но с другой стороны Есть и различные перки И бонусы Например, какая-то информация из конференции Коман, какая-то информация инсайдерская Ну что же, продолжайте просто быть на чеку И понимать, что происходит Ладно, мы включаемся уже с первым раундом И начинают все эпики со своих атак Деф из Аут Паник И вообще команда Армпрайт Выбирают деф именно с Викингом Викингом в Саванне Да, вообще давайте быстренько по сетапам Эпики используют один Викинг в Продиджи Это, пожалуй, единственное, что может удивить Есть также один Васт, на котором традиционно Уживого сбор А вот Армпрайды играют в пять Викингов Пять, не много, не мало Им пять Викингов в Саванне и один Харек Ну, может, может Пять не Викингов, наверное, а пять Хантеров Прошу прощения, да, пять Хантеров Опять оговорился Затяжной день сегодня Сказывается Четвертый матч Первый раунд И начинаем Играет у нас Армпрайд за синюю сторону И уже я вижу, как Арсен остается в дефе Обращали мы внимание уже на то, что Нельзя сильно много уделять внимания дефу на этой карте Нужно постоянно создавать давление на вражеский флаг И пока что Армпрайд, может быть, этого не осознает Но с опытом это к ним обязательно придет, я уверен Есть у нас замесы в центральной части карты В этом витьеватом лабиринте встречаются практически все танки Обеих команд активно перестреливаются Ну и смотри, очень туго у ребят сейчас с васпами дело Не выбрали они совершенно ни одного васпа Ну вот кроме, наверное, Вова Сбора Который пытается подловить команду соперника Но с другой стороны, не знаю, пока сложно с тактическими рисунками сейчас обеих команд Пол один пытался уйти, отличная возможность у Вова Сбора уйти Холихиро сбивает рогу рельсу И Вова Сбор пользуется вот этими витематовыми проходами карты Форест Уже спрыгивает к себе и близок, как никогда, поставить свой первый флаг в матче за Форест Да, так и есть, эпики выходят вперед Васпик показал свою необходимость на карте И Вова Сбор заходит уже на второй круг ДДшная рельса отлично проходит по прогу Арсен выживает после двух полученных рельс Возвращается сюда огромное количество игроков и эпиков Сразу четверо пытается его как-то уничтожить И это удается Пока мы видим, что эпики получше подготовлены сегодня к Форесту Хоть и Армпрайды выбрали сетап потяжелее Но это не приносит им плодов Вова Сбор снова уходит на центр Здесь уже есть встреча от соперника Но есть и Холихиро, который на смоке будет пытаться сбивать рельсы При этом теряет время на подборе флага И сливает его соперники Прошло у нас 3,5 минуты И счет по-прежнему 1-0 Мы видели, насколько флагоносным может быть Форест Пока что команды нас не балуют большим количеством Увозов Но постоянно есть напряженные моменты Уходит Армпрайд На одну рельсу остается Арсен Получает ее, но есть подбор в исполнении Пола И он может поставить флаг Холихиро из последних сил старается препятствовать Увозу Мы должны обратить ваше внимание на то, что все-таки сетап из пяти тяжелых Хантеров не так тащит, как хотелось бы, наверное, Армпрайдовцам Пытаются они уйти, но Пока все-таки удается Хоть и не без проблем от Эпиков Не без ошибок от Эпиков Офицера сливают последним И Арсен близок поставит Нооооо! Вот это да! Пол убивает своего И за счет этого Ранзеру выдалась возможность вернуть Что он, собственно, исполняет Вот такого я еще, конечно, не припомню Вова сбор, да, ДД умудрился собрать, будет уходить Во всяком случае стараться это делать Есть помощь тиммейтов Сливает его сейчас, можно возвращать Но не спешат, понимают, что Холихиро здесь Холихиро до последнего пытается затащить Очень настроены на победу сейчас Эпики, никаких шуток, я уверен, у них конференции нет. Они заряжены на победу и совсем на другой результат, в отличие от своего первого провального выступления в первом сезоне Старсерии. Эда идет вперед в одиночестве, заставляет его промахнуться дабл-шот, и Эпики получают определенное численное преимущество. Пусть ненадолго, всего 12 секунд, но оно все же есть. Мовоз Борсараж пытается спрыгнуть, получает рельсу от Death Without Panic. Постоянный есть один депфер у Armpride. Не помогла эта тактическая наработка им сохранить нулевой результат. 1-0, они сейчас проиграют, остается играть 4,5 минуты. Отлично, заходит в Мелконян по бровке, сбивает пару рельс, убивает одного, остается на пару смог. Тут будет еще и... Хорош, Мелконян! Пару игроков от Эпиков, ушел по бровке, причем зашел с одного фланга, ушел на совершенно другой. И близок к тому, чтобы поставить и сравнять счет. Да, есть у нас 1-1 на табло. Мелконян отлично проявил себя как смоковод. Ну, вообще мы отмечали много раз недюжие способности этого игрока на таком вооружении. И есть очередная попытка на заход. Death Without Panic не понимает, где же находится вражеский флаг. А тут Мелконян продолжает раскидывать своих оппонентов, и причем удачно раскидывает он, наверное, тройку точно игроков. Пытается тут сыграть и викинг команды Armpride. Хорошая сквозная рельса от даблшота. И близок это к тому, чтобы повести свою команду вперед. Есть! 2-1, Armpride вырывается вперед. 3 минуты 50 секунд им еще играть. Armpride почувствовали игру и нашли определенные слабые точки у соперника, на которые и стараются надавить. Заходят эпики вперед. Не нравится им, когда увозят у них флаги. Понимают они, что надо, надо что-то менять. И меняет немножечко свою тактическую наработку. А Holy Hero не спешит уже заходить вперед. И вторым темпом... И обрати внимание, пытаются эпики взять каким-то напором игру. И Holy Hero, вот я уже прям как будто слышу, ваучу, его голос. Вперед, вперед, ребята, давайте, давайте, давайте. А тут так играть просто против 5 хантеров нельзя. Нужно выткивать дроп. Подбирать его на хантере в Продидже. Коеху эпиков есть. И вот, например, тот же офицер, который сидит в дефе, надо было бы ему, на мой взгляд, подбирать броню и ехать в атаку. Но пытаются они все-таки взять напором. И это, на мой взгляд, ошибка. Каким бы толстым хантер не был, но стреляет он точно так же, с такой же периодичностью, как и любой обычный корпус. И это, конечно же, определенный минус для дефера. Эпики снова идут вперед. Очень сильно играли соперника. Перевернут сейчас вовосбор. Подловили его игроки Армпрайд. Holy Hero чуть было тоже не кувыркнулся на башню. И вот в таком замесе Holy Hero пытается увезти и не приносит пока плодов. Это эпика. Выхватывают они слишком много дамага. И вот эти вот тяжелые корпуса как раз заталкивают. А вот если бы они решились и сосредоточились где-то в районе центральной зоны, либо дождались, пока максимум игроков эпигардов приехал на базу Армпрайд и повыдавало там сквозных рельсов, на мой взгляд, было бы поуспешнее. Holy Hero битый на одну рельсу заходит на синий флаг. Так, здесь есть постоянный дефер. Чаще всего это деф из All Panic. Ну что ж, с таким ником-то не паниковать это самое то, но не получается. Очень много игроков эпиков сейчас на синем флаге. Втроем имеют возможность уйти. Мелконят понимают, что надо срочно разбираться с этой ситуацией. Не получается. Чудофайр едва живой. Умудряется забраться на центральную часть, но здесь так много синих игроков, что ну просто проехать. Вовас Бор пытался сменить траекторию неудачно. Тут очень много, действительно очень много игроков от Армпрайд. И Рандер тут пытался выждать и пытается, пытается схитрить. И это очень правильное решение. Мелконян пытается сыграть от дефа, как в свое время пытался и один из констаповцев. My Life, My Rules. И вроде даже это ему удается. И он прекрасно контролирует свою базу и помогает своим тиммейтам. Вовас Бор разбирается с Мелконяном. Остается живой еще на вражеском фланге. Будет выдавать рельсу по деферу. Не получается. Деф из-за паник умудрился избежать этого лишнего урона. И в принципе не так плохо у Армпрайд сейчас состоят дела. Наконец-то офицер понимает, что нужно идти вперед. Не надо стоять в дефе на своем корпусе, который имеет явное преимущество на малых расстояниях. И выходит, правда, слился очень и очень быстро. Но эпики снова такой огромной волной штурмуют синий флаг. Есть возможность Чудо Фаера зацепить вражеском. Очень много времени они теряют здесь на вражеской базе. Успели трое игроков у Армпрайд отреспиться. Но смотри, все равно Чудо Фаер нашел лазейку. И близок к тому, чтобы поставить еще один флаг в свою... И привести свою команду к успеху, назовем-то так. Убивают его на самом спуске. Но есть, есть кому подхватить. Рензер ставит флаг. 2-2. Ничья у нас за 18 секунд до конца. И, судя по всему, раунд так и закончится. Рьяная такая игра, очень живая. Несмотря даже на огромное количество медленных тяжелых корпусов. Армпрайд предпринимает последнюю попытку штурма вражеского флага. Но ничего не выйдет. Остается 2 секунды. И вот так вот мы и заканчиваем первый раунд. Именно в такой куче мале. Фактически мы заканчиваем и переходим к нашей статистике. Статистика! Говорит нам о том, что эпики стреляли получше. Первые 4 места именно за ними. 81% у Вова сбора. 94% отличный показатель. Традиционно отличный у Чудо Фаера. И вообще эпики стреляли очень даже неплохо. Холи Хиро поднанесен урон на последнем месте. При этом 82% его точность. 88% у Визави Мелканяна. Ну, игра достойная. Действительно достойная. Другое дело, что по хантерам попадать-то попроще. Они и не такие юркие, и очень даже большие. По полученному урону наверняка должны быть именно эти хантеры впереди. Нет, Рензер на первом месте. 4874 урона он умудрился получить. Зато вторая, третья и четвертая строчка именно за хантерами команды Армпрайд. Чудо Фаер замыкает пятерку лидеров. Перевороты были не так много. Переходим сразу же к увезенным флагам. Всего их было 4. Ничейный результат. Мелканян на первом месте. 65 очков он нафармил. Трижды подбирал флаг. Один раз его доставил. Рензер, его у вас сбор. Вторая, третья строчка. 60 очков у Рензера. Как у человека, который довез флаг от точки до точки. Трижды подобрал его. И всего лишь один раз реализовал свою попытку. У вас сбор третье место. 39 очков. 5 подборов. И один доставлен. Ну и четверка лидера Феда с одним флагом в активе. 30 очков. И вот так собственный раунд и подходит к концу. Возвраты. На возвратах опять-таки Рензер. 30 очков. Однажды вернул он флаг. Трех флагоносцев уничтожил. И Армпрайд возвращали побольше своих оппонентов. Но не помогло это им затащить во многом благодаря, конечно же, недостатку скорости. Очень тяжелые корпуса. Но есть плюсы в ХП. Но вот эти маневры, которыми можно пользоваться на этой карте, они отсутствуют. Ну, ты знаешь, все-таки есть определенный баланс вот в этих хантерах. И есть баланс в использовании васпов и викингов. У нас есть такие вот две команды, которые пытаются использовать обе стороны этой медали. Но все равно должна быть четкая стрельба и должна быть четкая взаимодействие со своими тиммейтами. И именно так и зарабатываются флаги. Именно так и зарабатываются волосы. Что ты можешь сказать по поводу Фореста? Есть ли слабая сильная сторона? Пошутил. Пошутил ты сейчас, Дидис. Действительно, карта очень сбалансирована получается во многом за счет своих небольших размеров. Но лично я замечаю, что... Нет, есть, конечно, разность в сторонах. И причем я должен сказать, что, наверное, синяя сторона будет посильнее. То есть, наоборот, послабее синяя сторона. Ну, стоп, стоп. Я тут с тобой не совсем согласен. Почему? Объясняю. Смотри, вот тут есть домик, за который, если хитрый и шустрый ватт. Жулик какой-нибудь. Жулик, да. Если хитрый и шустрый скроется, то тогда по нему вся остальная команда не попадет. Ну, и на синей стороне есть возможность отдефиться. Но! Сильная... Едва ли сильная позиция дефа. То есть, нельзя на этой карте дефиться. Вот синяя сторона способствует тому, чтобы, как бы, намекает она. Вот, вот эти домики. Встань за мной, поддевься. Ну, это же потеря. Ну, не знаю, Денис, все-таки грех, наверное, говорить тут о сильной и слабой стороне. При том, что очень много динамики необходимо здесь, на Форесте, за одну и в другую сторону. И от тиммейтов, от своих тиммейтов, я думаю, капитаны требуют максимальной динамики, максимального контроля дропа. Ну, что мы, собственно, и видим. Ну, что же, ладно. Переходим мы ко второму раунду. Тут теперь уже за красных выступают ребята из Армпрайд. За синих ребята из Эпик Гардс. И смотрим. Эпики вновь берут вас, поэтому в сбор Чудо Фаер не смог попасть. И, кстати, где же буги-фризер у эпиков? Интересно, на самом деле. Ну, может быть, взял себе отпуск. Отпуск Армпрайд, в свою очередь, решили не отказываться от тактики, которую использовали в первом раунде. Снова у них хантеры, преимущественно на карте. И офицер от Эпиков, ну, на мой взгляд, повторную ошибку совершает. Остается он в дефе. Даже вот сейчас на ДАшке предпочитает отстреливать соперника на флаге. Хотя, как можно было протанковать при условии, что... Ну, как ошибку, Денис. Офицер... Не ошибается? Один из немногих корпусов вот сейчас в этом раунде, который играет за Эпиков. Он играет на Викинге, как вы видите. Остальные играют на более шустрых в Аспах и Хорнетах. Поэтому ему надо толкаться на своей базе. Есть подбор от Пола на ДАшке. Выдержит он еще пару лет. Сливает отлично хвост. Хорошая возможность уйти у Армпрайда с флагом. Будет пытаться даблшот подниматься и предотвратить этот хвост. Но не получается. Ставит флаг Пол. И есть у нас лидерство от Армпрайда в этом раунде. Прошло всего 2 минутки. 1-0. Это, конечно же, счет, который не говорит абсолютно ни о чем на такой карте, как Форест. Но все-таки начинать именно с увоза флага очень и очень приятно. Сливает на своем флаге деф из Алт Паник оппонента. И тут выпадает ДДшка, с которой можно много шума наделать во вражеском дефе. Пойдет ли он вперед, мы сейчас посмотрим. Нет, деф из Алт Паник предпочитает остаться. Ну и закрывается своеобразный деф, ребята, из Армпрайда. Мы видим сразу четверо игроков в Армпрайде в дефе. Деф из Алт Паник главенствует над ним. Дабл Шо пытался увезти, но все-таки вот эта тройка уже оставшихся игроков из Армпрайда от Дефила на ура. В свою очередь эпики начинают не так бодро. Офицер остается по-прежнему на базе и не видит никакого дропа. Хотя, если бы он его нашел, надо было бы отправляться на приключения, на чужую базу. В стан красных, так сказать. Но, что же, пока мы этого не видим. В свою очередь, Армпрайдовцы идут вперед и ни в чем себе не отказывают. Один деф из Алт Паник остается на своей базе. Все остальные принимают огромное количество рельс в свою копилку. Холик Юров предпочел играть сегодня в ХВЕ. Ну, насколько правильно это решение, я не знаю. Отличный выстрел от пола. Сверху он переворачивает дабл-шоты. И, не знаю, не часто мы видим такое в Старсерии. Вспоминаю я вот этот вот знаменитый выстрел Барса, который перевернул флагоносца. Наоборот, с головы на гусеница обратно. Да, и позволил доставить тому флаг. Действительно, такой эпичный провал, наверное, от Улынов. Наверное, лучший в своем роде. Милоконя на Нитре заходит на вражеский флаг. Здесь дабл-шот его встречает на ДАшке. Ну, конечно же, попытается сбить рельцу. Но запросил уже помощи дабл-шот от своих тиммейтов. И она не заставила себя долго ждать. Офицер помогает разобраться с угрозой. И эпики выдвигаются вперед. Выдвигается вперед силами Холи Хироу, который страдает. Буквально на красном флаге получает очень много урона. Я думаю, что возглавит он нашу табличку по этому показателю. А я думаю, что пора ходить и начать наше похождение в конференции игроков. В очередной раз Вова сбор спрыгивает. Но тут уже пожалел его Дэв из Алт Паник. И уничтожила фактически на своем флагштоке. Поэтому, друзья, я сейчас оповещу наших эпиков. И мы отправимся именно к ним. Наши эпики испытывают определенные проблемы. Заходят к ним три оппонента. Правда, изрядно уже потрепанные, битые. Но они об этом не знают. Остается офицер буквально на одну рельцу или на пару смог. Милконян... Нет, не Милконян. Сливает все же. Здесь Дэфера последнего эпиков. И можно брать флаг. Целый пол будет уходить на центр. Это хорошее решение. Никого нету сейчас. Чудофайер вынужден менять фланг. Но вот эти многочисленные стеночки мешают ему как-то активно действовать. И очень близок пол к доставке очередного флага. Да, 2-0. Армпрайд выходит вперед за 4,5 минуты до конца. Хорошее начало во втором раунде. И неплохая заявка на то, чтобы открыть счет в матче. Ну а мы готовы включаться в конференцию Кэппигардс и послушать этих ребят, что же у них там не так. И пусть Добби в дэфинг с офицером на фрикос. Да, да. Не, не, а офицер тоже дай в атаку. Давай сбил, давай. Мне вас зажимают. Нет, ввече. Да, я понимаю, они просто... Натантер, натантер, а, блин. Ребят, давайте быстрее пока у них там... А, все, переоделись. Тогда я в атаку, я просто в атаку. Да, я тебе уже давно сказал, чтобы ты просто атаковал. Сентер-хантер снял, да? Я левую. Пава-хантер битый. Моков дэфинг. Рок на дверей, Сэ. А говори, что от дверей тут. Не разбил. Моков дэфинг. Моков битый. Я на броней, я на броней, фаш. Офицер на дэфинг заходит. Все, офицер на дэфинг, давай, проценту по центру офицер, Артур. Помоги, швикин. Это жесть, сколько их тут. Ну, они держат скупань. Все, ребят, шесть танков с дэфингом у них. Давайте в атаку. Они в шестером, они вообще все в дэфинге стоят. Смолка сейчас на флаге. Слева за ресурс. Смолка его хантера снял, давай. Быра, быра, ребят, а в дэфинге только Доби. Доби, после двух ног. Я у них тылами прошел. Еще хантера снял, давай. Смолка сейчас на флаге. Само мокровое, да. Там смолка, давай, тщу. Хантера снял. Поднимайся, отлично. Мокла заботилась. Моклоу дан, вперед. Вот битый, ровный честный. Давай, я поставлю. Давай, ого, давай, опять же. Акцера, отцена, 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 три минуты. Шантера, отцена, отцена. Треть минуты. Смолка, отцена, отцена. Эх, плапа, отцена. Церплят, я на репе. флаг хантер будет брать флагу дал, флаг битый, налево битый, налево шмока все по смоке, разор, по смоке добил шмока, но я на одну часть дал второму они ушли, их там трое хантеры я на одну шлангу я на одну шлангу левый хантер правым, 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 на одну шлангу давай гонять, быстрее иди-так, ну снялся, моку снялся еще раз в чаще центр хантер на 2 хопе, хлам бьет на 2 ок, 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 сейчас в розыске в центр право два шантера на центре битый хантер так, а офицыр разду танку, танкуйте выставлены танкуйте хан. эта группа, флаг битый а право два хантера оба, сейчас будут на дверей коле варельна, заберу лево лево, моккалево, моккалево лево скажу проявлено плохо в сочинении 1 викинг ты считаешь заход заход атака проект я увижу я нормально а я убил как это приводит атаку только быстро лево два ханта я не обидел алекс я на нем отказался я на правах задавая работа рождения налево налево два ханта на рамане все викинг ведь я расы на бронетных спецназ на флаге кантера этапе покрыл хорош пока снял мокрой это и право захожу его ханта я лево пойду лево искус давайте давайте еще атака по правам андреев но я бы разобрывал соли а так и что я нечислился налево тащите 8 мокрой лево нет на центре ханта пик смог аналиста доброго офицера двоих адашка на центр а у него как ангелия в центре аняка вероятность и они плавали это слипает на то что он видит от этой спичи аэропорта и как и петли я плела стрелок у меня до санкции с методом альфа налево 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 ненависпочной я уверен он уйдет у меня право нет нет но я не могу я не знаю я не знаю аппарат на улицах я не знаю лево ханка от меня так как то быть за нами а вот так как я так далее на лево ищет лево снял хантера но с разным центром критико данных викинг санкции дайте а вот твою александр дали просто залетай я столкну его аминь атака а че то что я думаю как это факт у нас нет времени ребята я не могу сказать о том что мы не уйдем там 2 2 в районе я тогда прохожу на него пошли на сетях кубе все на среди атака так как с этим все нормально мы сейчас вернем даже и на лист но вот отличная конференция на мой взгляд и и просто грамотные действия рискнули ребята поменяли свой сетап прямо по ходу матча и здорово все говорит алекс на самом деле поделаю и заметь сейчас нет никаких споров что это надо это не надо просто следует указанием просто следует указанием но вопросы в голосе еще остались это я думаю слышно прекрасно между строк и заметьте как хорошо алекс все таки демонстрирует скилл своего понимания что происходит на карте и что нужно менять ладно друзья статистика итак это на первом месте по нанесенному урону почти 5000 он успел нафармить 85% точность рензер офицер вторая третья строчка при этом рензер 90% это один из лучших результатов в раунде такой же у мелконяна но вот мелконян на смоке холли хиро недалеко отстал 89% у него полученный урон наша табличка к вашему вниманию здесь у нас на первом месте смоководы холли хиро первая строчка мелконян второе традиционно смоководы страдают больше всех чудо фаер на третьем месте перевороты были не так много холли хиро арсен и даблшот отметились здесь как ну не са не самой лучшей стороны далее увезенные флаги их было 4 дважды подоставил пол в флаг для своей команды а вот у эпиков есть определенное разнообразие вова сбор просто потрясающе великолепный даже не побоюсь этого слова уход с отличными маневрами и помогал ему в этом ранзер ранзер и холли хиро собственно ранзер стал и автором второго призывного флага ну и возвраты друзья что у нас здесь даблшот первое место 31 очко трижды вернул флаг убив убив трех флагоносцев дефизал паник за армпрайд старался не давать как уехать флагу так и был основным возвращеном у этой команды мелконян конечно же был все время где-то рядом вот это мне нравится действительно здорово и давайте все-таки обратим внимание вот этот вот есть экватор определенный на карте форест пять минут вроде как лидирует 2-0 армпрайд давят своими тяжелыми корпусами за счет хантеров умудряются тащить но есть контрпик в исполнении эпиков и они продемонстрировали нам что могут даже в процессе слитого какого-то кто-то мог бы подумать раунда затащить и выиграть ну как выиграть выиграть пару флагов то есть сыграть ничью на 2-2 и заметьте как все начиналось вова сбор прошел тылами незамеченный это карта форест чуть меньше наверное даже чем песочница и на ней можно исполнять внезапные заходы с тыла я думаю что это очередное открытие будет для наших команд я думаю это запомнится больше всего армпрайдом да можно такое делать и осуществлять такое больше всех рискнули не видишь взяли такой тяжелый сетап но в какой-то момент опять в очередной раз дополнительное подтверждение тому что нельзя на этой карте очень много дефицей ну и эпики браво видели они что не получается таким сетапом преодолеть соперника взяли второго хантера в продиджи и это конечно же привело к тому что случилось у нас ничья ладно друзья начинается у нас третий раунд посмотрим сразу на сетапы офицеры ранзер также играют в продиджах офицер на викинге ранзер хантер продиджи ну и арм прайд оставили 5 хантеров не хотят изменять своим традициям видимо это очень сильно наработанная у них тактика наработан сетап отбирает тем не менее первыми флага эпики офицер взял его сбрасывал в надежде что вернут и подхватит его тиммейт но не получилось обмануть соперника мелконян перевернут и можно можно сейчас идти вперед 18 секунд смоки не будет участвовать в игре и это конечно же безусловный плюс для эпиков чем они пытаться холи херу здесь обмануть и если бы поймала противника на рельсу то мог бы неплохо здесь поучаствовать сыграть и обратите внимание как часто ребята из арм прайд пытаются использовать вот этот домик для своих атак и как определенная мид зона такая можно сказать даже перевалочная для своих атак и для своих оппонентов но смотрим далее изменится ли дальнейшем ситуация на карте или нет обязательно увидим холи херу не смог сбить рельсу и поэтому закономерно отправляется на респ вова сбор пытался тоже тут что-то изобразить пытался попасть зачем-то хотя факт фореста и основная задача на нем просто увозить не надо стреляться с этими тяжелыми хантерами тяжелыми корпусами коих тут огромное количество в исполнении арм прайда надо просто увозить как он это и продемонстрировал на предыдущем раунде не надо придумывать не надо что-то косноизичить надо просто подхватить флаг и уйти как можно дальше и возможно даже на свой флагшток офицер вернет флаг и мне вот очень интересно пойдет ли он снова в атаку как делал это в последние минуты и Алекс совершенно верно заметил что должны танковать эти ребята на такой маленькой карте это особенно важно и вот неплохая возможность у эпиков но нет на страже не дает он просто уйти флагом еще остается на одну рельсу труп блокирует и пол тут наверняка спас бы свою команду даже если бы последний дефер промахнулся мелконян отреспился в очень удобном для него положении хули хиру не заметил последнего дефера который находился за домиком но в очередной раз стрельба по фокусу от арм прайд на высоте и даже несмотря на то что отсутствует большое количество хороших игроков у них в запасе или даже на карте они по-прежнему демонстрируют нам отличный скилл своей стрельбы и авэ арм прайд я бы даже сказал авэ арм прайд волосбор в очередной раз пытается использовать все преимущества своего юркого корпуса будет заходить к сопернику на базу но в этот раз его заметили заблаговременно тут есть подключение тиммейтов расстреливают буквально всех причем нет рельс по одним и тем же корпусам эпики хотят обеспечить себе преимущество за счет уменьшения хп у соперника отлично ворвался сюда алекс очень своевремен нужно правда помогать и куда же поехал офицер опять возвернули флаг ребята из арм прайд и нужно снова начинать все с самого самого что ни на есть начало холли хиру подхватывает он единственный целый игрок у эпик гардс в атаке действует сейчас что же мы видим это сливает неплохо дабл шот демонстрирует великолепную стрельбу по фокусу великолепной взаимодействии своей командой чуть было правда не перевернулся но он как никогда близок тому чтобы поставить очень острый момент и есть одна рельса рискнул пол даже перевернулся но этот риск оказался неоправданным ставят эпики и 1-0 на этот раз выходят они вперед нашли они ключ к о чем собственно я и говорил на первом форесте когда оллины играли со своими оппонентами с нубистами и с кем иным о том что 5 хантеров будут очень сложно и очень долго ехать до чужой базы поэтому они будут скорее всего проигрывать ну и вот эпики возобладали над этим сетапом и видим прекрасно что они показывают очень хорошую игру даже со своими васпами с хантерами и малым количеством харьков в атаке смотрим далее по прежнему пытаются сыграть через левый фланг и синие игроки а именно армпрайт и пытаются туда же уйти наверняка координируется именно в эту сторону и наверное самое время в не самый легкий момент для армпрайт отправиться в конференцию к этим ребятам и послушать изменилась ли их конфа в отсутствии сэндхофа и есть ли там что-то новенькое для нас ну я думаю что что-то новенькое есть но во всяком случае я имею ввиду конечно же язык на котором общаются ребятам не знаю поймем мы их сейчас или нет но давайте посмотрим здорово заходят эпики на базу к сопернику подбирает рендзер уже флаг остается он на двери все одну получает надо сбивать рельсу конечно же нет не получилось у него это сделать роман ого сбор но попадает не самую ловкую ситуацию правда отлично мигрировал на вверх и и близок тому чтобы поставить очередной флаг но собственно мы включаемся в конференцию карм прайд и послушаем если там негодование либо может быть какие то позитивные нотки все это узнаем через пару секунд в с в Это очень круто. Заркbs его убивает, вв oikeте? Да, я знаю. У них нет. Немного не спеша. Вы не амeni, только викинг, пламенат. Зарк. Заркбат? Заркбат. Ну что. Хват-хват. Не спеши. Я не спешил. Но как я показывал меня? That's how Imutmythe 由 trajectory я отOnce сaltёт я не накачал я Deputy сеть будет приём да Ну достаточно спокойная, хоть и непонятная конференция, но сложилось впечатление, что она переходит от состояния абсолютной тишины в состояние откровенности. Новофулла. Пытаются поставить эпики. Нет, не получилось. Сейчас очень много игроков. Армпрайд здесь возвращает. Вовозбор опять как неваляшка просто. Постоянно его пытаются поставить ног на голову. Тут даблшот тоже получил на орехи. И теперь есть отличная возможность у ребят из Армпрайд увести. Поверили они наконец-то больше в атаку, нежели в деф и пошли всем своим могучим паровозом. Ой, какой возврат! Боже мой! Рензер просто сохраняя железное спокойствие у троих или у четырех соперников умудрился вернуть флаг и за что ему наверняка огромная благодарность от координатора команды Эпигаадс. Остается играть 2,5 минуты 2-0. Эпики ведут в этом раунде и очень близки к тому, чтобы открыть счет в матче. Сложно играть Армпрайдом. Ничего пока что они не смогли придумать к этому обновленному сетапу соперника и какие-то проблемы у них конечно же есть. Холли Хиро заходит на синий флаг, попытается сбить рельсу. Вместо этого дает выстрел второй, третий. И сбивает все-таки отлично. Играет Холли на смоке. Можно добивать и заходить. Здесь есть же подключение тиммейтов. Офицер абсолютно целый будет брать синий флаг. Стреляет куда-то в стену. Непонятно зачем. Отлично. Отрабатывает ранзер. Офицеры уходят. Несколько игроков от Армпрайд респятся на противоположном фланге. И не замечают этого некоторые игроки Эпик Гардс. И на мой взгляд очень зря. Могли увезти они далеко. И в принципе у них все получается. По-прежнему даже с учетом того, что Армпрайдовцы заметили их намного раньше. Когда заходили в конференцию к Армпрайд слышали мы уже тогда определенные не самые воодушевляющие нотки в голосах игроков. Ну а сейчас мы видим как собственно они проигрывают и продолжают дальше проигрывать. Да, замес. Армпрайд идут вперед. Но сейчас эти атаки уже больше похожи на какой-то крик отчаяния. Но... Мелконян перевернут. Холлихеру промахивает смием флага. Выдает одну смоку за другой. Но очень много времени он тут теряет зря. Можно было уйти получить одну рельсу. Не ждать пока соперники отреспятся на своей базе. И уход будет уже не так возможен. Идут вперед эпики. Офицер уже совершенно не остается в дефе. Все время он впереди на острые атаки. Много-много проблем он оставляет команде соперника. При этом всегда есть маленький хитрый его сбор рядом. Холлихера отрабатывает неплохо в дефе. Понимает он, что очень важно его присутствие здесь. И делает все очень правильно. Армпрайд не смогут уже выиграть этот раунд. Все надежды их переходят на последний четвертый раунд в котором они максимум что могут себе обеспечить это ничью. Получение одного очка. Но если смотреть на то, что происходит сейчас, что-то мне слабо верится, что смогут они выиграть в четвертом раунде. Неплохо сломили сопротивление своих противников ребята из Эпик Гардса. В середине раунда даже умудрились они это сделать. А это дорогого стоит. Притом, что не так часто мы видим, что команда вообще меняет сетап в процессе игры. А тут они еще смогли перевернуть все с ног на голову и за счет этого затащить. Да. Статистика наша говорит о тотальном превосходстве Эпик Гардс в этом раунде. Первые пять строчек за ними на 12 месте Холлихеру Алекс. Но это смоки. На урон он наносить не должен много. А вот цифры. Ну цифры в принципе неплохие. Холлихеру 90. Самый лучший процент на карте. А так что-то в районе 85. Средний результат. 70 процентов у пола вот. Не дает никак покоя мне. Но ладно. Вернемся мы. Точнее продолжим мы уже смотреть за полученным уроном. Здесь у нас впереди будут конечно же Армпрайд. Практически зеркальная ситуация. Четверка лидеров. От этой команды стрелять по хантерам, как я уже говорил, гораздо проще. Холлихеру лишь на пятой строчке не так много уделяли ему внимания. Но справедливости ради стоит сказать, что Милканян вообще еще на строчку ниже. Шестая позиция у этого игрока. По увезенным флагам, конечно же, преимущество у нас за эпиками. Четверка лидеров от этого коллектива. Офицер первое место. 60 очков. Трижды он подбирал флаг. Один раз от точки до точки его довез. Вова сбор. Даблшот. Это еще два автора забитых голов от Армпрайда. О, прошу прощения, от Эпик Гардс. И возвраты. Возвраты у нас. Картинка такая. Рок. Три семерки. Три семерки. Три семерки. Три семерки. Три семерки. Три семерки. Да. На первом месте по возвратам. 55 очков. Шесть раз. Шесть раз, друзья. Он вернул флаг. Убил четырех флагоносцев. Вторая, третья, четверка. Четвертая позиция за Эпиками. Здесь офицера можно отметить с его 31 очком. И вернул он трижды. Не убив при этом ни одного флагоносца. Ну, вот так. Нашли ключик к такой, к такому сетапу соперника Эпики. И получается все на самом деле очень неплохо. Да. Пока все получается. Все отлично. Но Армпрайдовцы умеют оформлять камбэк. Умеют играть хорошо. Пусть и для новой, для них. Ну, впрочем, как и для всех карт. И карте, собственно, все в равных условиях. Ребята, тут Форест, знаете, появился одновременно быстро для всех карт. И все начали тренировать. Ну, может быть, кто-то чуть раньше прочитал правила, конечно, и начал тренировать Форест чуть раньше. Потому что было очень много вопросов. Что же это за новая карта Форест? Но когда открывают правила, а, да, теперь понятно все, что происходит. Не любят у нас считать команды правила. Ну, как не любят? Ну, любят один пункт. Любят. Призовые все прочитал. Тем более, что призовый фонд у нас увеличен в этот раз, в этом сезоне у нас. Друзья, ни много, ни мало. 30 тысяч долларов. Это солидный фонд. Так еще и лан-финал в Новосибирске. Все-таки стоит туда съездить и побороться за призы, за эти вот самые. Погода там будет шикарная. Кто-то на самолете, кто-то на поезде, а кто-то, возможно, на воздушном шаре полетит. Ну, не знаю. Главное, чтобы не заморозило ребят. Поэтому аккуратнее. Голову... Четвертый заключительный раунд. Армпрайд не собирается отходить от своей привычной тактики, даже несмотря на то, что она явно провальна в последних двух раундах. И эпики, понимая, это тоже не меняется. Есть два танкующих... Перевернут офицер. Нужно сейчас притсинговать, активно притсинговать на базу к ребятам из эпигарц. Эд выдвинулся вперед. Малканян следует за ним. Арсен тем временем просит поддержки. И уже ранзар перевернут. И это ли невозможность увезти? Но не торопятся особо ребята из Армпрайд. Малканян тут выступил инициатором. Ух шел. Патрик помогает. Одна тоже из замен. На этот сезон в составе Армпрайд промахивается и Вова Сбор. И отличный шанс для того, чтобы повезти. У Армпрайд есть прямо сейчас. Правда, Холли Хиро отлично ворвался и смог вернуть. Вова Сбор уходит по внешнему радиусу. Встречает его Арм Солджер и... Отличный возврат. Вот если бы Малканян в прошлом Уозе не столкнулся со стенкой, то конечно же флаг он доставил бы без проблем. Сказывается малое количество опыта игры на этой карте. Если на каких-то картах у нас игроки могут ехать, что называется, не глядя, то здесь, конечно, собирают стенок достаточно много. Холли Хиро заходит на флаг, сбивает рельсу Арсену, но вот... Отличная стрельба от офицера и разбираются спокойно со своим дефом ребята из Эпик Гардс. И что же далее? Вова Сбор пытается влетать со своей ДДшкой на чужую базу, но выхватывает тут на орехи. Респицы добавок еще и Малканян пытаются с вертухи попасть, но неминуемо погибает, а всего одно смок оставалось вову сбору, а далее уже Ранзер пытается что-то сделать, но он совсем один против троих игроков Армпрайт, конечно же, без оружия. В свою очередь у Эпиков на базе вроде все в порядке. Расстреливает Холли Хиро, последнего Атакер и сам рвется в атаку по вот этому своеобразному внешнему радиусу. Заметь, что как-то есть определенные наработки у Армпрайт в плане того, что он не будет. Куда уходить и что держать. Пытались они активно занимать внешний вот этот радиус, внешние домики и закрепляться именно на них и атаковать через них. Но сейчас мы видим уже другую тактику. Они атакуют через центр в большинстве свое и вроде как получше получается. Неправедливо, если ты берешь тяжелый медленный сетап, то самым лучшим направлением для атаки будет наименее короткая траектория, поэтому на центр ехать надо. Не понимаю я, почему медлит пол надо было хоть раньше как не мог. Хиро пытался перевернуться, но не совсем получилось. Ты имеешь в виду... Да, именно. Не получилось идти в минус. Наверняка он расстроен этим обстоятельством. Что-то же, пойдем послушаем, о чем думают... Пойдем, пойдем к эпикам. Я согласен с тобой. Давай послушаем этих ребят. Наверняка у них все схвачено. И тем более у Холи Хиро, который контролирует ситуацию. Уходит Армпрайт с флагом. Сейчас поднимается наверх. Патрик, хорошее решение. Здесь будет отличная стрельба по фокусу. Но рискует он быть убитым. Есть, конечно же, подбор. Мешают друг друга игроки, но ДДшная рельса решает. Решает и Эда ставит флаг. Армпрайт-то уже не впервой выходит вперед, но вот осталось только теперь преимущество сохранить. Чего не получалось у них в прошлых раундах. Офицер на Нитре рассекает по вражеским респам. Здесь же подключается такой же на Нитре Рензер, немножко на другом корпусе. И эпики снова начинают искать подход к базе соперника. Вместо этого Патрик, несмотря на все уговоры проиграть, так скажем, от соперника, просто берет и везет флаг. Другое дело, что соперников больше на флаге, чем... Двое, пытаются сразу уйти. Холли Хиро был близок, очень близок к тому, чтобы вернуть. Пол остается всего на одну рельсу. Офицер выдает ее и близок к тому, чтобы вернуть. Отличный возврат офицера. Чудо Фаер мчится к своей базе, но чуть было не переворачивается. И тут... Я почти запрессовал, и у Канян дата, чем не вовремя, а выстрелил. Да, готовым включаться Кэпиком, поехали. Канян дата, чем не вовремя. Двое. Канян дата- rise dues, княжьи, неспересыее, несперsal. Здорово, сон, 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 из-за великолепный ТАГАо. Отличный телефон в MICHAEL, да. так как и так самарабанная парадача получая на отчет не получил право за раздавали столь книжного пакетов а это важно пока нет и не спешите собачьего а 2 на 1 и у меня нет а для этого я не могу сказать и как я не могу правда как вы не выезжали правах адреса замок дал бы темно но у меня застрелы следующий право встречает в обоих страховки чаще 50 человек одну по нему одну по нему международных удачный он спекинсором армуре будет на главу отмога на одной из центров стал акцентр отбелки давая права если он получает атаку и т.к. начинали не дал хорошо а так далее как встречать с ищет ищет утроил горе с полкин пусть вернут я смогу с ним надо утащить на подъехал я очистил я на центре а также викиг на уровне но на 2 он нормально викинг на 2 миссия обмену отлично отменивает рома хорошим цехотами и теперь я помогу я налево я смогу лево о том числе власть вернуть а я не калька однако никуда не пишет что то есть угроза а как она была вовремя и таком футболе проекта лево лево сняли на правах аппетита от него ханта лево ханта юра уже почти зашел он петель на будущее право ханта пришел меня снял я левой думали как и будет империи так как право для этого на сне утра не как я нашла для выдачной пути в таштых я даже убираю аппарат отчета честь что просто справа с правой школы как мокроя компания все врачи оправдал в году однако нет нищего трое на центр дёртой влезет повод минус давать и киева сел пикетом офицер толкай я устал фарел у нас так что я сэм и ты сняли крики врача и благословица и отцена в центре 4 тогда я включаю он релина он релиный бакил бакил на одну флаг налево полковались это но первая похода какие дать за такой но смогу встречают на встрече ну на одну флаг я викингу сбил дать и видимо пока на одну встречают они ушли снял давай потому что они они слева пятеро мы направо на одном кто не зайдите флаг на одну и смока на одну может быть это было я отстала таракет басад басад даже на тракторе я получал справа в третье лево смог обидеть давайте составим это лево чемпионат проникция лево заблокировал атака да а пока не теряю в сфере и в основном как и дальше на лево санта пришел помогите лево петли хантерцентр пелево шоколадов на парамах на раше однако направо на то рисовать это к нам смок нету они я понял что еще один ну и что же все получается вроде как у этих ребят можно сказать даже что алекс воодушевил как своих тиммейтов и они теперь идут с полной уверенности вперед и ворота здорово больше заряжает своих ребят и может сказать что алекс больше молчит а не направляет даже каких-то но как молчит алекс это ты знаешь ли но обрати внимание сейчас они уже сами понимают что нужно делать и говорят больше чем алекс алекс тихим сапом делает свое дело он лишь корректирует движение своих ребят и это вообще дорогого стоит мой зря он проводил эти замены и вот эти корректировки по ходу боя очень информативная конфа на самом деле позволяет на сориентироваться парням на карте спокойно есть всегда понимание где кто откуда заходит и куда идет флаг хотя казалось бы здесь вот зоны такие что ну сложные как-то правильно обозначить очередной заход есть у нас и на красный флаг уходит вова сбор вот этот васп действует здесь очень здорово встречается он с рожки флага лично делает вова сбор просто уходит по максимуму далеко не дает подхватить и вернуть даже ребятам из арм прайд но вот смотри отвлек и если бы доме у коня хороша как же он сделал это милкой он просто и вернул флаг и помог втором возврате что ж 34 за к сожалению для арм прайд 2 секунды до конца и таким образом эпики одерживают очень важную для себя победа а вот арм прайд не смогли не смогли набрать очков первым для себя раунд что же у нас есть статистика иди не что же там интересного просто интересно у нас следующая четверка от epic guards плотно обосновалась верхушки нашей таблицы только на пятой строчке появляется ребята из арм прайд и эпики действительно показали себя очень здорово как в этом раунде так и пожалуй в двух предыдущих раундах до этого сразу перейдем к урону и что же здесь увидим не такая однозначная ситуация здесь у нас пол на первом месте его hunter получал больше всех но рядышком холи хиру и рендер как не странно бы это звучало но не особо фокусили эпики вражескую смоку мелканян занимает лишь девятую строчку и тем не менее это не помешало эпиком одержать победу пусть не очень уверенную но все таким победа есть даблшот чудо фаер вова сбор это тройка лидеров самых флагоносных людей в этом раунде это как вы понимаете представители эпик гадса а вот арм прайд отметились достаточно скромными результатами несмотря на три привезенных флага занимают они лишь 4 5 6 строчки соответственно на возвратах офицер холи хиру вова сбор даблшот эпики и здесь опережает своих оппонентов и лишнее подтверждение того что победа более чем заслуженно общие цифры нашей статистики офицер чудо файл рендер даблшот и вова сбор вот так скажем верхушки таблицы разбавляет их компании немножечко красный логотип под которым выступает у нас это и вообще эпики показали большую готовность к этой карте точнее даже я сказал не то чтобы готовность а большую способность к приспособлению вот как бы тавтологично это не прозвучало но действительно они смогли вовремя поменять стратегию тактику изменить сетап по ходу матча что возымело результаты и победа заслужена в их кармане общие цифры по полученному урону пол на первом месте хантер который страдал на протяжении четырех раундов раундов шестнадцать половиной тысяч он на себя принял холи хиро рендер второе третье места соответственно мелконян смоки арм прайд занимает лишь пятую строчку с достаточно высокими тоже цифрами 15700 практически единиц он получил четыре раза при этом был перевернут но по переворотам отметились у нас арсен и вова сбор у которого шесть раз но тем не менее вова сбор внес свой вклад в победу своей команды и этот вклад неоспорим неоспоримо высок пол а ну это я уже сказал давайте перейдем к увезенным флагам и так вова сбор именно этот вас по которым я говорил минуту назад сто девяносто восемь очков по увезенным флагам себе в копилочку кладет шестнадцать раз подбирал флаг друзья шестнадцать раз подбирал и четыре раза его доставил пол тоже поучаствовал 16 подборах но лишь дважды его походы закончились успехом вообще лидирует конечно здесь эпики возили они побольше своих оппонентов чему мы и свидетелями и стали ну и возвраты здесь снова вообще по всем фронтам эпики переиграли арм прайд лишь на вторую строчку забирается рок с показателем 84 очка возврата за весь матч и этого конечно же мало для того чтобы твоя команда не по не проиграла вот такой у нас матч получился вообще день фореста удался много интересного увидели на этой карте различные тактические наработки различные моменты и собственно можно говорить о разнице скиле команд но у скиле команды концентрации некоторые бы сказали беги форест беги и памятная известный фильм замечательный фильм ладно наверное не об этом одном из моих любимых нет об этом один один из лучших фильмов вообще в истории кинематографа и действительно но у меня есть некоторые информации по вычеркиванию холи хиро вычеркнул именно по арму памятуя о том как арм прайд вкатили почем таки эпик гардс и арм прайд вычеркнули кунгур арм прайд тогда еще вкатили по щам помнишь в первом сезоне к инстапа да очень здорово сыграли на парме но там состав был другой то есть колли хотел выводить на кунгур на кунгур но тут арм прайд все-таки имели шанс вытащить их сами на кунгур но вот и причем не причем а кстати подожди по моему не на прайд играли по моему с эпиками последний свой матч один из последних именно на кунгуре я немного ошибся с пармой штука в том что арм прайд традиционно сильно играет сыграли тогда на ничью кстати традиционно сильно играет кунгур но возможно посмотрели они затем как действуют эпики против тактики арм прайда когда они играли с психами помню как они полностью нейтрализовали хантера не знаю я к чему это все почему так именно пошло но видим мы прекрасно к чему это все привело эпики одерживают очередную свою победу и даже возвращаются можно сказать что было и черепашки ушли в небытие и сейчас эпики демонстрирует свою ну одну из лучших игр и я буду надеяться на то что они будут продолжать выигрывать и держаться молодцом по результатам сегодняшнего дня я хочу тебе сказать же думается мне что каждый раз когда в туре будет в маппуле у нас со форест он будет играть причем разница команд будет чувствоваться тогда команда уже гость будет выбирать именно форестер потому что все таки есть определенный баланс есть у нас результат сегодняшнего дня игрового и так друзья сенсационный можно сказать матч под номером один прошел закончился ничейным результатом 1 1 а лин и нубисты выясняли свои отношения на форесте и не смогли все таки по повысить кто же из них более скилловой констапы ггвп встречались на той же самой карте и здесь ггвп оказались посильнее своих соперников 12 закончился этот матч хаос и аид на парме в острейшей борьбе борьбе сыгреснулись сегодня 2-0 одержали волевую победу аиды разбив буквально последних раундах своих оппонентов ну и 2-0 такой же результат в противостоянии между арм прайд и эпик гардс которые уже по привычке сегодняшнего дня выбрали для выяснения отношений карту форест такой у нас интересный вечер сегодня прошел и вот наши изменения в таблице ггвп занимают первую строчку после трех игр одержали три победы 9 очков заслуженно аиды второе место непривычно видеть эту команду так высоко ну и все к лучшему я думаю для этой команды я думаю что я уверен что они будут бороться за топ-4 в этом сезоне и у них есть отличные шансы сместить ну и самое главное непривычность для меня это этот красный бычок который находится на девятом месте ну без то занимает эту строчку одна один матч и одна ничья вот так выглядят наши таблицы на сегодняшний день и и давайте посмотрим что же ждет друзья нас с вами завтра завтра у нас тоже четыре матча как мы знаем воскресенье и большого игровой вечер и так колыны снова выйдут на поле сразятся они в этот раз шаркс с акулами ггвп будут выяснять отношения с дельфинами дельфины кстати еще не выступали у нас во втором сезоне дебютанты стар серии в третьем поединке скользнутся доф и арм прайд и четвертом сайкас про попытают удачу в противостоянии с кэнстапом ох нелегкая будет очень много интересных поединков действительно все ярче вырисовывается у нас общая схема команд и все лучше мы понимаем расстановку сил на вот этот вот непосредственный момент но будем надеяться что завтра команды ну я уверен практически что завтра команды продемонстрирует нам не меньше скилл зависимой игры и обязательно завтра начать печеньками прекрасно приходите скоротать воскресный вечерок вместе со мной и денисом традиционным вашим комментатором из нашей уютной киберспортивной студии можно даже поучаствовать друзья приходите на наши трансляции подписывайтесь на наши паблики много интересного очень скоро будет там и на этом мы с вами будем прощаться традиционное представление уже было поэтому сейчас я просто вам пожелаю доброго вечера до новых встреч хорошие субботы лучших впечатлений удачи друзья в уходящем этом сентябре всем пока